Доброе утро дорогие друзья! 3 часа 10 минут суббота традиционно уже какую неделю мы в это время с вами собираем голубей и везем их на наши тренировки прошло уже прошло уже три тренировки я считаю основных таких больших это на 156 километров про потери вы знаете с последней тренировки при вернулась все 100 процентов голубей 10 из 10 голубка прилетела во вторник уставшая но пришла никогда на нее не ставил никогда есть под нее не брал птенцов всегда подкатывал яйца но вот пришла достойно жить в данном питомнике тут места сейчас много потери были большие отбор был бы большой качественный вот голубка двадцатого года дистанции и и с тренировок снимаю пусть спокойно сейчас сидит на под 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 подставных яйцах но мы сегодня уходим дальше от 156 сегодня сложная у нас на самом деле тренировка тренировка ответственная мы едем за волгу за ярославль на дистанцию 207 километров очень волнительно потому что голубям придется пересекать первый раз большое водное пространство но волга это моя река я на ней родился городе костроме поэтому я думаю что она пропустит мои голубей и они уверенно пересекут это эту жилу водного пространства который разделяет одну и другую часть суши и сейчас собираем голубей девять штук все поедут в одном садке пьем кофе и выдвигаемся так перегружаем голубей другой садок полетят они из этого у нас что-то голубей то 8 не могу одну группу найти кстати прилетела а а а а Продолжение следует... Все-таки 8 голубей везем, так и не нашел голубку. Непонятно, она точно была, потому что мы... Я сто раз пересчитывал этих 9 голубей, которые прилетели в первые семьи, во второй два. И одна прилетела черная во вторник. Ну ничего страшного, может к молодым заскочила, может ударил хищник рядом с питомником при облетах, не облетах, а когда она летала вокруг питомника. Не знаю, что произошло, будем смотреть, будем искать, но в основных отсеках ее нету. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. И так везем 8 голубей за город Ярославль, в Ярославский район, Ярославскую область. Волнительно очень, очень волнительно. Как будто перед экзаменом или перед зачетом. Очень, считаю, что очень тяжелая, конечно, дистанция, но погода нам благоприятствует. Солнце встает, луна, все прелести небесных светил, которые мы видим. Чайки летают. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот уже мы час сорок в пути Сейчас будем проезжать нашу точку выпуска 156 километров И останется нам ехать где-то до новой точки, я думаю, километров 50 Поэтому нормально встретили, лося не стал останавливаться На обочине стоял чуть ниже дороги и ел траву Здесь я вам не показывал, но вот эта точка наша, точка выпуска Андроники Мы ее проезжаем, вот поворот сюда я поворачивал всегда Помашем ей рукой Она для нас покорилась с большими, правда, потерями Но ничего Да, вообще сердце волнуется Почтовый пакуется В путь Погода отличная Будем надеяться на хороший прилет, хороший результат Хорошую тренировку И так не отвлекаемся от дороги и едем дальше Ну вот впереди замаячил Ярославль Можно наблюдать дома Как они у нас, конечно, полетят, наши голубки Иногда просто удивляешься их способностям Поехали дальше Ну вот сейчас подъезжаем к реке Волга Будет она с правой стороны Ну она и с левой, конечно, есть, потому что это мост Но нам будет видно ее с правой стороны Моя река, на которой я родился, правда, чуть ниже Правила дорожного движения мы не нарушаем И вот через эту реку Великую русскую реку Волга Придется форсировать Пролетать ее сегодня голубям Если у них получится Здесь достаточно широко Ой, переживаю, переживаю, ребята, переживаю Вот смотрите, какая красота Ярославль Со своей исторической традицией Историей достаточно интересной Ну вот, выезжаем Пересекли Волгу Надеемся Также ее успешно пересекут Наши голуби Ну что, друзья, почти Три часа ехали Семь часов Вот прибыли на точку старта Шалаева Ярославль Москва Вологда Вот уже становится интересно И то количество голубей Которое находится у нас сейчас С вами в садке Оно сжимает сердце Потому что Их осталось действительно очень мало И хочется верить Очень сильно хочется верить Что они прилетят Потому что Если они не прилетят Соответственно Целый год Я даже не хочу об этом думать Прилетят обязательно Будем ждать Будем надеяться Птица сейчас отстоится И мы будем ее Выпускать из садка Сейчас попробуем ее напоить Чтобы не из садка Из багажника Который находится в садке Сейчас попробуем ее напоить Все я взял для этого Ну будем стоять минут 20-30 Я думаю Все-таки дистанция Аж мурашки Кожа я не знаю Давайте вот посмотрим Какая красота Убирают сено Надо как-то отвлечься От этого нервозного состояния Чтобы голубям Не передалось Мое настроение Страха Перед их возвращением домой Поехали 3 часа И мы еще летели Я вообще не понимаю Да Ну ничего страшного Думаю С вашей поддержкой И божьей помощью Мы преодолеем Это препятствие Получится не получится Надо пробовать Надо голубей боить Поехали Поехали Ладно, не будем им мешать, отойдем, пусть они отдыхают, может кто-то попьет. Да я отдохну, 3 часа за рулем все-таки. Ну, не сказать, что сложно, но утомительно. Ну, дорогие друзья, прошло 20 минут, какие-то голуби уже находятся у дверки, зная, что сейчас ее откроют. Сердце у нас бьется у меня, нервы на пределе, но я думаю, что все у нас будет хорошо. Итак, пожелаем нашим оставшимся лучшим восьми голубям хорошей легкой дороги и быстрого возвращения домой. Поехали. Не могу понять, а вот они. Поехали. Спасибо. Ну, вот до дома осталось, ну, чуть больше, наверное, 10 километров, а может даже и меньше. Время 9.57, погода на трассе отличная. Я думаю, что все у нас с вами будет хорошо. Ну, посмотрим. Сейчас надо еще заехать в магазин. Это еще плюс минут 10 мы потеряем. Конечно бы хотелось, чтобы долго не ждать. Ну, обычно так не бывает. А вдруг приедем, и они дома. Тоже как вариант. Ладно. Вот такие у нас красивые места русского севера. Отличная погода. Перьевые или как я, тучевые облака. Такая у нас дорога. Это объездная дорога. Вологда у нас правее находится. Это объездная дорога. Открыта, по-моему, 2 или 3 года назад. Раньше весь транспорт шел через город. Сейчас вот здесь оборудованы места, отстойники для фур. Водителям это очень нравится. Здесь всегда стоянки забиты. Так. Едем, 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 едем. Сердце начинает еще больше колотиться. Куда-то пропала усталость. А встал я в 3 утра. Уже, можно сказать, отработал смену. Рабочий день, 7 часов. Ну, это доставляет удовольствие. Этим хочется заниматься, самое главное. И семья моя, моя любимая жена, меня поддерживает. Вот, недавно звонила, спрашивала, как у меня дела. Вот, смотрите, сейчас после моста будут раскрываться просторы. Вот, спрашивала, как у меня дела, где я, беспокоится обо мне. Мне очень приятно, много ли мужчине надо. Теплое слово, ласковый взгляд и приветливая улыбка. И мы горы свернем. Спасибо тебе, моя любимая. Вот, приехали. Сейчас 10 часов 34 минуты. Прошло чуть более 3 часов. Голубей, конечно, нету. Так. Хотелось, чтобы приехать, они были на месте. Но будем ждать. Погода ухудшается. Ну, ветер вроде как попутный. Посмотрим, будем надеяться, ждать и верить. Есть, ребята, один. Есть, самец. Молодец. Давай, заходи. Молодец. Есть. 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 Не брошу спортивно, голубеводца. Ай, не успел заснять. Так, время, 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 время. 2.15. 5 часов полета. Сейчас мы его постараемся снять. Воркует еще. В хорошей форме. Давай, давай, заходи, заходи, заходи. Так, сейчас мы его постараемся упоить. Так, пьет. В отличной форме. Воркует даже. Умудряется. Это у нас голубь. Голубь, который задержался на 3 недели с молодым сосудки. Молодец, ты у меня лучший. Вот, чтобы не потеряться во времени и пространстве, повесил часы. Теперь они другие. Там батарейку надо ставить на часы, которые здесь будут висеть. Вот, выпустили мы 7 часов, 7-10. Вот, 20. Где-то 15 минут назад прилетел первый голубь. Так будет легче отслеживать наши с вами победы. Но даже если один голубь прилетел, для себя считает, большая победа. Ну вот, на 15 часов прилетели две голубки. Извиняюсь, я заснул. Вот одна голубочка. И вот вторая. Все у этих голубок птенцы. Я, наверное, завтра обзор всех голубей сделаю. Но вот у этих голубок птенцы где-то, ну, неделя, может, дней 8. Вот, соответственно, на 15 часов, 15-30 у нас три голубя. Что меня вполне радует. 18-50 численный состав прилетевших голубей не изменился. По-прежнему один голубь и две голубки. Ждем, но результат меня радует. Но сейчас открываем молодежь. Я думаю, сегодня уже подлета не будет голубей, потому что была сильная гроза по маршруту следования. Открываем, как открывают их утром, но тогда субботу на воскресенье открываем вечером, чтобы не беспокоить дачных жителей. Ну, вот и начался второй день воскресенье. Поставлена голубям купалка, потому что изъявили желание купаться. Те голуби, которые прилетели у нас, мы сейчас видим голубочка вот эта, наша героиня. Левее сидит голубь и села на купалку еще одна голубка. Вот три голубя, две голубки и один голубь, которые сидят на борту купалки и чувством выгоняют те, кто не соревновался и чувством собственного достоинства начинают пить. вот это они почему-то воду всегда пьют, соль я ставлю подсоленую воду всегда вот эту для купания они иногда пьют. вот наши герои. день у нас утро сейчас 11 часов не прошел сегодня зря вставал в 4 утра 5 7 6 7 8 9 постоянно находился рядом с питомником решил попить кофейку отошел и прилетел голубь с того отсека с левого пояса ты там единственный голубь который летает остался который летает в общем прилетел еще один голубь и того у нас из 8 голубей 4 голубя вернулись в питомник не знаю купаться будут или нет но по крайней мере когда наполнил полную поилку были попытки искупаться в поилке посмотрим понаблюдаем они молодцы они достойны вот это наш сидит голубь который вчера прилетел первый который дал мне надежду в спортивном голубеводстве камера выскочила из рук не успел снять хотя видел как он подлетал ну тем не менее вот пришел молодец особо купаться наверное никто не хочет ну ладно пусть ванна стоит искупается плохо видно освещение но вот голубь который прилетел на заднем плане отвоевал гнездо почему-то у него гнездо было на полочке на окне с птенцом прилетел почувствовался хозяином полна цены и решил выгнать голубь вот он сейчас мы его заснимем все улетел в отличной форме кстати прилетел ну вот дорогие друзья как неоправданно быстро летит время еще одну субботу и воскресенье вы провели вместе со мной суббота была очень насыщенная мы первый раз в истории моего молодого питомника летели на 207 километров птица летела через волгу результатами я доволен выпускали 8 8 голубей отбор отбор продолжается отбор продолжается первый день прилетело три голубя один голубь и две голубки и сегодня утром до 11 часов прилетел голубь первое с левого отсека единственный который из этого отсека остался летать спасибо вам за комментарий которые вы оставили после предыдущего видео огромное спасибо спасибо кто подписался кто смотрит меня подписывается это видео за такой короткий промежуток времени тоже стала лидером моего канала спасибо вам огромное ну вот так сейчас не случайно за моей спиной находятся молодые голуби 22 года рождения это третье поколение этого питомника нашего основания молодого питомника и на следующей неделе мы начнем уже тренировки этой гвардии который в настоящее время очень много ну или все пересчитаем все просмотрим и будем начинать тренировать тренировки будут происходить в том же прежнем режиме 20 40 60 100 20 40 60 100 и попробуем если успеем на конечной финальной гонкой вместе со старыми голубями которые летали в этом году полетим на 157 посмотрим ничего загадывать не будем но по крайней мере они должны пройти курс отбора более жестче чем в том году прошли голуби соответственно те голубей которые мы потеряли я целый год кормил поил любил они так ну не подвели просто не смогли справиться с этим тяжелым испытанием с которым должен справляться настоящий спортивный голубь не брошу я спортивная голубей оса не брошу вчера получил кучу просто адреналина и то что я делаю наверное я делаю все таки правильно благодаря вашим советам всего вам доброго дай вам бог всем здоровья мира добра исполнение всех ваших желаний и не болейте всегда ваш улетный дачник без зависти и честно всем пока ну что ребята показали бы в экран правда я